Если происходит утечка газа, он срабатывает, начинает сигнализировать, подает звуковой сигнал и перекрывает подачу газа. Жительницы Одинцова, труженицы тыла и ветерану труда Надежде Бебешиной установили датчики сгазованности в квартире. В рамках губернаторской программы «Гибкая подводка». Она затрагивает слои населения, малообеспеченные ветеранов, социально незащищенные слои населения. И в том числе сейчас в эту акцию также подключили всех участников СВО, всеми мобилизованных. Надежде Бебешиной сейчас 95 лет. В годы войны она возила дрова фронтовикам из леса. Тогда ей было всего 14. У меня в 1910 году закончилась война, и я поступила в институт. После института меня отправили в Калининград, в Министерство просвещения РСФСР. Там я проработала 5 лет. А потом меня пригласили в Москву, в московскую школу. И я трудилась в московской школе до тех пор, пока не пошла на пенсию. Замена газовой гибкой подводки ей не понадобилась, так как от трубы к плите подведен металлический шланг, который прослужит еще не один год. Срок эксплуатации их обычно составляет от 2 до 15 лет, в зависимости от типа материала. Пенсионерки провели запланированные работы и рассказали, как вести себя в случае, если сработает сигнализация датчика загазованности. Соответственно, чтобы возобновить подачу, но это уже после того, как вызвали специализированную организацию, которая проверит герметичность колечек, просто подвинуть обратно. И подача газа возобновится. Всего в 2022 году датчики загазованности появятся более чем в 5000 жилых помещений округа. На сегодняшний день большую часть из них уже установили. Программа продолжит работать и в следующем году. Тогда планируется ввести в эксплуатацию свыше 4500 приборов. Ольга Дмитриева, телекомпания Одинцова.